Гоша Гачевар опять наклепал какую-то срань. Мне написал Сева, пчелина воин ждать, с просьбой пояснить за Хиллдайверс 2, поскольку все знают, что я профессионал коопных игр, великий знаток лора Хиллдайверса и просто адекватный человек. А поэтому мое мнение весомо, чем мнение всяких недоумков, которые ныне Хиллдайверс 2 защищают. Дамы и господа, я вынужден вам сообщить, но сообщить правду. Хиллдайверс 2 отвратительная, неиграбельная пара шан. Сева, 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 пчелина воин ждать, да, все так и есть. Хиллдайверс отвратительнейшая игра. И отвратительная по нескольким причинам. Во-первых, это коопная игра. Все знают то, что игра в 2024 году в коопные игры это удел недоумков, удел дефективных, как бы это ни было печально. Да, я понимаю, люди вспоминают счастливые времена Left 4 Dead, счастливые времена, где они играли в какие-то коопные игры, но эти времена прошли. Сейчас стоит правда за синглплеерными играми. И Хиллдайверс 2 это не синглплеерная игра, это игра рассчитанная на людей, которые не могут получать удовольствие в одиночку. У которых настолько уже атрофировался мозг из-за тики-токов, что они, вот им надо, чтобы вот кто-то рядом стоял, такой же недоумок, который будет чуть-чуть получать эндорфинов, и он будет получать эндорфины. Вместе они вот типа кайфуют. Да. И, кстати, я не зря заговорил про тики-токи, потому что основная аудитория Хиллдайверс 2 это тики-токеры. У меня просто был товарищ, ну, все есть товарищ, который играл в Хиллдайверс 2, и он его дропнул, потому что основная аудитория это тики-токеры, которые вместо того, чтобы там захватывать планеты, которые тактически выгодны, они захватывали планеты, которые модны. С которым связаны мемасы тики-токерские. Вот тики-токеры говорят захватывать эту планету. Во-во, все мы ее захватываем. Поэтому это лишнее доказательство того, что основная аудитория Hilldivers 2, но они же реально. Мозгов нету, дорогие мои друзья. Вот там мне, конечно, сейчас кидают клоуны некоторые. Клоуны кидают, конечно же, те, которые не верят мне. Они считают, что я вру. Они считают, что я недостаточно просвещен в этой теме. А я просвещен как раз-таки более-менее. Я не один из тех челов, который не поиграл и сидит в среду игру. Ребята, смотрите, смотрите сюда. Я сейчас включаю монитор. Смотрите, дамы и господа. Я мало того, что купил Hilldivers 2, я в него и поиграл. Видите? Видите? Я поиграл 23 февраля, и все. И с этого момента ситуация не поменялась. Я наиграл в эту игру достаточно, чтобы заиметь адекватное мнение. Достаточно для того, чтобы пояснить вам, что Hilldivers там... Ну, реально. Ну, камон. Камон. То есть, вам реально нужен кто-то? Вы, когда сексом занимаетесь, вы кого-то... А, нет, вы же не занимаетесь. Те, кто играет в Hilldivers 2. Ну, серьезно, какой секс? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот уж то, что любители коопа, это они в интернете любители коопа. А в реальной жизни, они, скажем так, любят в соло поиграть. Потому что товарища не найти. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Остается компенсировать, гиперкомпенсировать Hilldivers 2. Там-то и друзей полно. Там-то и каждый тебе друг. Никто тебе... Не как в реальной жизни, где ты будешь идти по улице, такой, о, Hilldivers 2, сейчас буду там... Мелония Крик захватывать. Нет, нет. И тебе берут и в лицо каркают. Нет, в игре такого-то не будет. В игре все обнимаются. В игре даже добавили возможность обниматься, понимаете? Ну, чтобы прям компенсировать все то, чего нет в реальной жизни. То есть, вот это вот родители не обнимали, не любили. Друзей нет. Отношения. Да какие отношения? Так вот, с дефективными такими же пообниматься в игре и все. Увы, ах, дорогие мои друзья. А вот так. Вот так. Да-да-да-да-да. Я наиграл за 4 минуты. Я наиграл за 4 минуты. Достаточно количество времени. Достаточно количество времени, чтобы я заговорил. Так мало того, сейчас уже даже люди понимают, что Healdivers 2 это отвратительная игра. Потому что я когда злорадствовал, ну, вполне справедливо злорадствовал по поводу того, что Sony убила Healdivers 2, конечно же, Sony убила, да? Потому что, как мы можем заметить, в Healdivers 2 играет все меньше и меньше людей. Люди начали оправдываться, что да нет, это просто же Sony запретили продажу, а то есть люди, которые купили игру, у них, видимо, игру отняли. Они также могут играть, если их не требует регистрации в PSN. Просто людям неинтересно играть в Healdivers 2, потому что Healdivers 2 это унылый лайв-сервис, в который не завозят никакого контента. В нем нерфят пушки. В нем людям было поначалу интересно играть, но потом стало неинтересно, потому что разрабы, ну, кретины. Пушки, с которых стрелять классно, весело, они занерфили, с них больше играть классно, не весело. Внесли более душный гринд. Сейчас многие Healdivers идут как на работу. Ну, реально же в жизни работы, видимо, нет. У мамки на шее сидеть. Они идут с утра вместо шкалки, вместо того, что впитывает знания. Они идут в Healdivers 2, и там жуков фармить, делики выполнять. То есть Healdivers 2 в этом плане ничем не отличается от Геншин Импакта. То есть и Healdivers и Геншин Импактеры это одни и те же люди. Это одни и те же люди. Просто с одной стороны, ноу-лайферы, которые вообще в жизни у них ничего нет, нет ни друзей. Все, что они умеют делать, это манифантазировать о чем-то. Им в этом плане помогает игра. И с другой стороны, есть абсолютно такие же люди, которых вот нет ни тяночки, ни писечки. Они вынуждены дрочить вот эту гачу. Вот эту гачу. Вот эти вот всякие там 500-килограммовые бомбы вызывать с неба. Жуков хрустиков давить. И также ничего у них нету в плане... То есть люди не самореализованы. Как бы это печально не звучало. Да. Видите, дорогие мои друзья? Видите? И самое главное, то что сейчас даже никто мимолерта не кидает, которые будут бухать, мне говорить, вот, заткнись, чмо. А потому что люди со мной согласны. Напишите что-нибудь в чат, если вы абсолютно со мной согласны, дорогие мои друзья. Если вы согласны с тем, что Kill Divers 2 это отвратительное недо и горе для не такусиков. Видите, все. Видите, дорогие мои друзья? Видите, все. Вот видите, люди пишут в чат. Люди пишут в чат. Люди со мной согласны. Люди согласны со мной. Вот так. Вот и думайте главой. Вот и думайте главой. Ну, ты понимаешь, что это будет недостаточно. Сейчас есть вот две категории людей. Две категории отбитых кретинов. Это фанаты Kill Divers 2 и те, кто тапают хомяка. То есть это одного поля ягоды. И там, и там они во что-то верят. Верят в то, что игра хорошая, верят в то, что им бабки заплатят. А самое главное, насколько же эти кретины радовались, когда вот мы победили Sony. Мы показали огромной корпорации то, что наше мнение что-то стоит. А в итоге Kill Divers изъяли из продажи во многих странах. И все, игра на данный момент помирает. Помирает буквально, как франшиза Звездных Войн. Вот настолько отбирают у людей. Представьте себе, вон нравятся Звездные Войны. Все, а в Диснея бассали Звездные Войны. Думаешь, ну хотя бы в Kill Divers 2 поиграю по Вуду. Что-то типа штурмовика. И игру у вас отобрали вторую. И в итоге с двух сторон обоссали. Ну грустно. Грустно, грустно, конечно. По-дому вроде идешь смотреть какие-нибудь анимухи. А там твои любимые создатели Гуренлага на Гайнах закрывают. Потому что они бездали. Они не умеют делать вещи, которые продаются. Да, ужас. Ужас, ужас, конечно. Ужас. Печальный. Искренне печально, дамы и господа. Короче, тупые хелдаверсы вместо дрочки изобрели секс. Но секс не получили. И плачут в юбочку поднебесного. Вождя, как всегда, люто базирует. Стример рубит за чистую правду. Спасибо большое, Джуканало. Стараюсь, стараюсь, стараюсь. Но, понимаешь, общество не любит правдорубов. Общество не любит правдорубов. Общество любит хелдаверс-длам, к сожалению. Поэтому, ну... Вот видите, как много людей тапают хомяка? И вот чем эти люди отличаются от хелдаверс-дам? Потому что мы говорили, ну вот же, хелдаверс-два много людей играет, игра же не может быть плохой. Так а сколько людей тапает хомяка сейчас? Вот и думай. А в хелдаверс-дам можно тапать хомяка? Представьте себе, можно было бы.